Друзья, всем привет! Многие из вас пишут мне в социальных сетях, интересуются, как обстоят дела в решении о строительстве химических заводов на Таманском полуострове в поселке Волна. Для нас, для жителей Тамани, Темрюковского района, это сейчас очень важный вопрос. Поэтому я считаю просто необходимым для вас рассказывать все свежие новости. Что уже сделано, что еще предстоит сделать, что может сделать каждый из нас. О последствиях, которым может привести строительство химических заводов на берегу Черного моря, я уже рассказывала вам в других видео. Если вы еще не слышали про это, то я настоятельно вам рекомендую посмотреть, это очень важно. 11 октября вчера в 4 часа в Тамани прошла открытая сессия Совета депутатов Таманского сельского поселения, на которой путем голосования местные депутаты должны были принять решение о том, соответствует ли вопрос, вынесенный на референдум законодательству. Иными словами, решалась судьба Черного моря и Тамани. Накануне в Тамани прошли выборы главы сельского поселения. Борьба проходила между двумя кандидатами, Максимом Хорошиловым и Михаилом Басловиком. Почему это тоже являлось важным шагом в недопущении строительства химических заводов на Тамани? Потому что один из них выступал за строительство химических заводов, другой же выступал за развитие туристической деятельности, за проведение референдума. То есть был более близким по умонастроению к народу, к активистам, которые сейчас и борются против строительства заводов. Но в итоге был выбран Хорошилов. Но вернемся к депутатской сессии. Впервые за долгое время борьбы за Черное море, за чистый воздух в здании администрации на сессию пришло большое количество людей. Это хорошо, но есть одно большое но. Так что же происходило на сессии? Всего на сессии было 14 депутатов, которые и должны были принять решение о судьбе Тамани. Когда сессия началась, то в зал пустили не всех желающих, возникли проблемы на входе, пришло гораздо больше людей, чем власти ожидали. Притом на открытую сессию пришли не только активисты чистой Тамани, но и жители Тамани и близлежащих поселков, а также блогеры из Анапы. Власти настаивали на том, чтобы не впускать больше никого в зал. Заместителем председателя Совета Смирновой была высказана идея, процитирую, провести сессию в закрытом режиме. То есть по рассматриваемому вопросу из-за давления, которое оказывается на депутатов. Что, несомненно, вызвало у населения шквал негативных эмоций, поскольку сама сессия была открытой. Это сразу являлось нарушением, поскольку проводить открытую сессию с закрытой можно лишь при чрезвычайной ситуации, которой не было. Другой депутат внес предложение вынести решение референдума на районный уровень. А теперь остановимся на этом месте поподробнее, почему к данному предложению большая часть активистов имеет негативное отношение. Решение провести референдум на районном уровне, а не на уровне Таманского сельского поселения, приведет к большому количеству вбросов. Сами активисты высказали, что у нас нет стольких наблюдателей, чтобы можно было контролировать, например, каждый выезд комиссии на дом. По этому вопросу высказался один из жителей Синова, фермер, который уже был на предыдущих выборах, как наблюдатель. Он заявил, что все вбросы происходят именно на дому, когда комиссии выезжают без наблюдателей. Таким образом, за проведением районного референдума будет тяжело усмотреть, а вот наблюдать за референдумом на уровне сельского поселения гораздо проще. Почему еще не стоит проводить именно районный референдум по данному вопросу? Многие жители района ввели в заплуждение о том, что появится много рабочих мест, что они будут ездить на работу туда. Уже сейчас они ездят со всех поселков в волну на работу. Но дело в том, что большей части жителей Темрюкского района просто безразлично, будет или не будет завода. Ведь они не живут в непосредственной близости от завода и не дышат ядовитыми веществами. И комментарии под моими видео свидетельствуют о том, что люди действительно живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». Встретительство химических заводов беспокоит исключительно тех, кто будет жить рядом с ним. Что думаете вы по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях, делайте репост этого видео. Также фермер высказался, что в сельском хозяйстве района наоборот не хватает рабочих рук. И что на заводах большая конкуренция и людей туда просто-напросто не берут. То, что происходило на открытой сессии, это полный беспредел. Крики, оры из зала, ругань и многочисленные нарушения. А депутаты попросту сбежали с сессии. Они решили заседать в другой комнате под охраной полиции и к ним никого не пускали. Люди с криками «позор» провожали депутатов с сессии и сессия была таким образом сорвана. Просто послушайте, что кричали из зала. Сами уходите сначала и закрывайте эту сессию. Никому она не нужна. И ваш совет никому не нужен. И завтра будем ждать, вся купальник не ждать завтра. Вся купальник не завтра ждать. Позорище, позорище вообще. Народный депутат высказал свою позицию, что он против строительства заводов. Мол, в Сибири места много, пустые территории, там можно строить такие предприятия. Но при этом он сам сказал, что первый раз сталкивается с референдумом. Что это очень сложно и что сельская администрация не имеет права проводить. К тому же это стоит очень больших денег. Хотя мы знаем с вами истории, когда у людей это получалось. Они отстаивали свое право. Также он сказал о том, что за референдум потом к суду будет привлечена вся администрация. После сессии активистка Екатерина Чеботарева высказала мысль о том, что судьба Черного моря решается прямо сейчас за закрытой дверью. Что администрация примет решение, которое удобно им и краю. Я считаю, что это незаконно, потому что они не имеют права проводить сессию закрытой. Таким образом сессия не состоялась. И надеюсь, теперь вы понимаете, что все только в наших с вами руках. Без нашей с вами инициативы за воду быть, быть грязному морю, быть болезнью, быть онкологией. Поддержите это видео, распространяйте его в своих социальных сетях и мессенджерах. Пишите комментарии под этим видео. Это очень важно. Не будьте безучастны. Всем спасибо. Пока.